Когда это вас осенило? Честь отдаешь? Женя, как всегда. Вот, вот это наша основная улица, то есть такая одна из крупных улиц Аль-Фараби. Проспект Аль-Фараби. Там у нас горы, трамплины. Это южная часть Алматы. Она... В основном там горы у нас. И всё, что ближе к горам, у нас считается круто. Всё, что туда вниз, это считается не очень круто. У вас ход на меня в полный рост. Мне надо образ показать. Образ? Вот тут магазинчики Женины, любимые, с сумками Прада. Мне нравится машина Прадо. Прадо? Да. Я, кстати, машину Прадо куплю, чем сумку. За те же деньги. Да? Вот, это получается... О, Старбакс здесь открыли. Раньше этого Старбакса не было. Здание... Здание отеля. Вот этого Ридс Карлтон. А там за ним есть апартаменты. Некоторые люди там квартиры покупали. И покупают час. По-моему, раньше цена была около пяти тысяч долларов за квадратный метр. Парень. Здравствуйте. 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 Конечно, Павла. Привет. Парень. Ты чего пиаришься? В смысле? Я говорю. Он пиарит. Очень много знаменитостей позвали. Прессы всякой разной. Сегодня здесь будет концерт какой-то, будет выступление. Наспанка, один из панка второго уровня, выпустил какой-то новый продукт, какую-то новую карточку, сейчас будут о ней рассказывать все. Катя, передавай привет. Всем привет. Мой бы Саня, если честно, здесь потел, весь раз переживался, а ты молодец Кольф снимаешь. Самый прикол дня, когда, знаешь, ты говорил, в Украине, я до сих пор говорю, на Украине. Типа, она здесь не побьется, потому что мы по-русски разговариваем. Я вообще уберла. Спасибо всем большое. Вот, за то, что вы сегодня пришли на нашу презентацию. А ты видела то, что Женя рассказывала, видео снимала про то, что она за свой счет делает ремонт сейчас? Да. Что, это не так? Сколько, сколько ты денег потратила? Ну, скажи, Катя. Понимаешь, очень простые дела, да? Да, да, да. Не, она придумала это, представляешь? Это и не вылится. Я не... Сейчас я вам покажу, чем нас здесь угощают. Здесь даже шоколадный торт есть. Классические дикие ягоды. Женя, твои любимые. Кстати, я купил целую коробку таких ягод, и Женя съела все. Оба камеры не выключаются. Почему не включаются? Не выключаются. А, представляешь, купил вот такие ягоды, полную чашку, вот такую. А она не ест? А она съела все, хотя бы две штуки, хотя бы две штуки оставила. Представляете? Все свела по часу, как будто все завтра конец света. Что за десерт? Ну, что-то такое странное. На что похоже? На что похоже? На крем. Крем-брюле? Все, что я к вам прилипила. Да-да, прилипайся к нам. Прилипайся к нам. У него еще нет. Да-да, все нормально. Он муж на работе, но он не любит такое. А, он не... Он все очень стесняется, не знает, куда себя деть. Он не светский лев, да? Да. Ясно. Лев. Это ты светская львица? Нет, это ты светская львица. А вон, водка, бери водку, Жень. Водка? А это Хеннесси, да? Да. Классно. Ни разу не пробовал Хеннесси? В одном месте, а я в той куда-то возьму. Нам сегодня дали Хеннесси здесь. Хочешь, я тебе свою Хеннесси отдам? Да, даю. Бери, 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 я не пил. Нет, не пил. Серьезно? Нет, я просто... Это я боюсь потом. Да ну, спать сейчас захочу. Нет, я лучше спать. Спать, пойду, он закушал ночью. Нет, больше ура. Нет, короче, в общем, вы будете где-то... Хочешь, я тебе свою Хеннесси перелью? Зачем? Ну, у тебя будет много Хеннесси? Да. И хочешь? Нет. А представляешь, вот уже не будет сейчас Хеннесси. Это уже все вот, вот даме все больше не дадут. Я так понимаю, фуршет, это одна из самых популярных частей этого вечера, в самом деле Хеннесси. А у вас шампанского нету? Не-не, я просто фотографирую на память. Никогда Хеннесси не пил. Сейчас отходил, Женя, уже флиртовал на тот с парнем, да? С кем ты флиртовал? Расскажи нам. Да, этот парень, знакомый, он с 7 канала, у него что-то можно было связано. С 7 канала? Он меня звал на роль телеведущих как-то, я отдыхалась. Сейчас немного попозже пойду, все это сниму. Или на велосипеде поеду. Здесь можно на велосипеде кататься. На велосипеде можно поехать за едой. Видишь, здесь специальная корзинка. Ты в корзину сядешь? Давай я сейчас проведем эксперимент. Я сейчас отойду со стороны, где-нибудь буду снимать. Сколько парней тебе за вечер? Только мне стоило отойти, и сразу тут на Женю напали. Добрый вечер. Здравствуйте. Что, напали на Женю? Мы стол делим. Женю в одиночестве здесь не оставят. Мы общаемся, обсуждаем. Это сейчас так называется, общаемся, обсуждаем. Очень вкусная говядина. Рекомендую. Сейчас попробуем. Я прям два кусочка вообще незаметно съел. Да, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам тоже. Вот как у вас это получается? Ну, по сути, вы делаете эволюцию сейчас в парковской двери. Ну, то есть вы пришли, выпустили Каспий Киезет. И даже никто не мог вообще до этого додуматься. То, что вы заходите в интернет, оплачиваете квитанции и получаете еще за это бонусы. Вот как у вас вообще? Вот я наблюдал, когда у вас еще счетчик был. Там 900 тысяч, там миллион было. Кому-то вы там какие-то подарки подарили. То есть, ну, по сути, это вообще дико было для людей. Раньше же все привыкли, платили через почту, там, через кассу, в очередях стояли. А вы, ну, на самом деле, сделали все просто, максимально и выгодно для людей. То есть аналогов, по сути, нет. Никто не может такое до сих пор еще приглашить. Уже сколько времени прошло. Откуда вот вообще идеи? Как вообще у вас это все, ну, настолько креативно получается? Конечно, мы просто думаем о клиентах. Мы всегда изучаем потребности, смотрим лучший мировой опыт и верим в несколько вещей, что технологию делают жизнь лучше, технологии экономят время и деньги. Мы берем лучшие технологии, которые существуют в мире, и адаптируем их в Казахстане, и начинаем применять. А то есть вы изучаете опыт зарубежный какой-то и внедряете его в там? В мире нет примеров, чтобы финансовый институт одновременно запустил, например, там, рынок, онлайн рынок. Ну, Каспика и Зет, это магазин Каспика и Зет. Да, да, да. Допустим, чтобы банк сделал такой подобный сервис. Таких примеров в мире нет. Есть цель, есть клиенты, есть пользователи. Да. В принципе, достаточно интересная тема. Нам просто... Вот этих кэшбэйки тоже 5% получается, вы возвращаете в некоторых случаях. Да, 5. Иногда больше, 1% всегда, 2% противопозит. Да, миллион, миллион. То есть аналогов нету, я так понимаю, на казахстанском рынке. Никто 5% никому не возвращает. Или есть какие-то? У всех есть разные какие-то программы там. Просто мы, когда делали нашу бонусную программу, мы прям сделали вот самый простой. Да, да. Самый простой. То есть купили вы или сделали платеж, смс-ка через 60 секунд вы сразу можете потратить деньги. Ну, больше всего времени потратили именно на упрощение, даже не на то, чтобы придумать, а на сколько можно сделать за отраслой. Привет. Да, привет. Каскадер, актер вообще. Красавчик. Телеведущий. Да, еще телеведущий. Оказывается, рассказывали, сейчас разговорились. Он нас смотрит. Вернее, не он, а... Мои дети, да, мои младшие дети, Алиса и Дарья, Алиса и Медея, младшие мои, они постоянно сидят в ютубе, постоянно на самых наших лучших казахстанских блогеров смотрят. В том числе и тебя, твою супругу. Спасибо. Спасибо. Привет, девчонки. Привет. Привет, дочки. Потом увидите, будете гордиться, что такой человек снимает меня на видео. А я буду гордиться, что с таким человеком стою. В общем, двойная гордость. Взаимовыгодных сотрудничеств. Да, 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 да. Люблю вас, дети мои, дочки мои. Все подписывайтесь на канал. Передаем привет всем казахстанцам. Желаем, чтобы в их домах всегда было все хорошо, благополучие, счастье и здоровье. Чистое небо. Чистое небо над головой, да. И позитив. И позитив всегда. Плошкой позитив всегда. При любых обстоятельствах. При любых обстоятельствах. При любых обстоятельствах. Передаем привет Алисе и Медеи. Привет. Мы сегодня с вашим папой встретились с нами, распьянщик хороших. Радовали встрече. Я договорился, как и обещал. Покажи, что у тебя в сумке. Нет. Ну покажи, ну что тебе жалко? Ладно, булка. Булка. Я тебе не забью. Давай я тебе персик еще туда положу. Ну чтобы у тебя был полный комплект. Слушай, вот сейчас меня цепануло. Да? А я вот возьму классические дикие ягоды. А можно с собой взять печенек? Конечно. Возьмешь печенек? Печенек? Мы сейчас возьмем с Катей с собой. У меня Саня всегда говорит. Ты что мне принесла? Правильно. А Женя вот мне никогда ничего не приносит. Вы только руками не берите. Вот щипчики специальные есть. Все равно это же все выкинут. Давайте побольше наберем. А можно всю целую вазу, интересно, взять? Не знаешь, Катя? Можно вазу взять и туда насыпать что надо. И потом унести. Ого круто. Я бы лично не... Кулечка нету никакого? Ты вообще самый драгоценный кадрю снимаешь. Слушай, она говорит, что не собирается рожать второго ребенка. Ценный кадр. Ну пусть. Не рожает. А что? А ты не против, да? Да. Что ты думаешь, не найдется людей, кто родит? А у меня брат говорит, типа, пусть рожает, только не от меня. В своей жизни. Или перед босиком. Конечно иди, давай разувайся. Ты прям можно босиком? Да, да. Да, конечно разувайся. Идит все больше. У вас здесь можно босиком ходить? Мне более сложно. Подождите, а мы куда идем? Уже на парковку. Что, в туалет пойдем? Да, в туалет. Мы идем в туалет. Можно я с вами? Ладно. Босиком же можно? Вот, идти. Мы с тобой. Девушку не будем. Никого нет, так что ты можешь пойти с нами. О, красиво. Слушай, ты такой молодец. Ты вообще снимаешь самые драгоценные камеры. Ты как папарацци. Мы пришли в туалет. Я буду смотреть твой канал. С удовольствием. Я буду с нетерпением задать видео. О, а почему ты зашел в женский туалет? Потому что здесь никого нету. И я вас так обожаю. Вы такие классные. Спасибо. Ты тоже классная. Ладно, я пойду мужской туалет тоже поснимаю. Тут сумка твоя какая с печеньями. А посмотрите, здесь картина какая красивая. Я не знаю, как этот жанр называется в искусстве. И у них повсюду вот такие цветочки здесь. А еще здесь... Да это никому не интересно. Что там лежит? Надо я это разом. Ты не знаешь, почему у Бориса Моисеева мыло приклеенное к полу? Слушай, это очень бесценный кадр, который снимаем. Ну? Если что-то не выложишь, скинь мне. Да я все выложу, не переживай. Да, кстати. Мы здесь видео сниму. Снимаем видео. А мы без комплекса. Что вы делаете? Да. С каблуками спотать? Ой, прости моя золотая. Тебе надо бы наступить. Завтра же протрезвеешь. Улыбаемся. И машем, да? У тебя 32 осталось, да? Почти. Пошли. Пошли. Ходим. Простите, я дико извиняюсь. Мне вообще всего ровно. Базара нет. Мне, говорит, вообще всего ровно. Жень, тебя больше не будут пускать на такие мероприятия. Да, все. Точно. А давай на тигра-то лезь. На тигра? Я пошу сделала. Ничего и делать надо. Хочешь сказать, что отрались от мужчин. Ее охранники заставили раздеться, разуться. Раздеться у нее? Разуться. Они думали, что у нее там бомба какая-то. И она решила, ну, уже не надевать их, на самом деле. Представляете, у тебя жена такая красотка, нереально. Давай. Когда мы были на Video People, или как там это называется, непонятно, к ней все, вот мы стояли вместе, да? И все подходят. Женя, вы такая красивая. Как будто меня вообще нету. Это неправда. Я вообще кто? Я здесь стою рядом, извините, пожалуйста. Это иллюзия. Давай, напечатайте чем. Я ее... Женя Гейн и банкомат. 100 долларов. Она реально классная. Да, это вот... О, две. Четыре. Ты хочешь, чтобы он тебе в долларах выдал? Ты что делал? Слушай, ты такая же высокая, как ты говоришь вечно о себе. Давай быстрее, Боже, дай нам деньги. Тварь, вы были везде, а мы нигде не были. Вообще, на самом деле, слово тварь, это классное слово. Да, я тоже так думаю. Оно определяет все. Вот, например, тварь, это тот человек, который не лайкнул твое видео. Посмотрел, но не лайкнул эту тварь. Это слово меня подсадил наш замечательный друг. Вот тот, кто сделал хоть... хоть немного не лайкнул твое видео, это тварь. Все. Всем привет-привет. Привет. Вы с Женечкой приехали на выставку. Казахстанских художников или... или всех? Всех разных... Всяких разных художников. Всяких разных художников нас пригласили. Сейчас будут здесь показывать картины. Вниз по лестнице, основной зал. А что мы будем здесь делать? Вы будете нахваждаться и сходить. Понятно, спасибо. Сейчас попробуем урожай 2004 года. Вы сказали, что вы интересуетесь стоимостью работы. Да, очень красиво. Да. Глубокое. Это 10 тысячек. Недорого. А сколько нужно времени, чтобы создать такой шедер? Ну, зависит от скорости, от желания. Можно не есть, не пить и работать ночами. А если потихонечку, месяц, ну, несколько месяцев. Прикольно. Не, это чересчур сумасшедшая для нас. Пойдем в другую. Смотри, милиция. А этот, видишь, хочет попасть в подводную лодку. Он вышел, а дверь за ним закрыли, и теперь он хочет назад. Рай. В шалаше. А это про каких-то детских зверей, картина. Которые красят... Красят все своим присутствием. Всем привет! А ты? Она в телефоне. Всем привет! Уже серийный влог, да? Да. На вечер. Мы просвещаемся. Это старая антикварная, это чистая бронза, огневое золоченье. То есть это все покрыто золотом. Это золото. Посолочное. Да, золото, золото. Почему огневое золоченье? Это золото разводилось во ртути, ртути наносилось, потом по температуре ртути испарялось, а золото отсидало. Раньше технология, да? Это технология, да, совершенно верно такая технология была. Она подписная, на нее полностью есть атрибуки, а на аукционы. Эта вещь стоит вроде 35 тысяч евро. Очень интересно. Женя вот так на меня ругается, вот как эта киса. Тоже вроде 35 тысяч евро. Это старая антикварная, тоже огневое золоченье французский. Эмалевый циферблат. Здесь получат цифры с боем, с механизмом, вставками дерева. То есть вещь такая. Они после реставрации? Нет, абсолютно нет. А механизм можно посмотреть? Без проблем. Они очень тяжелые, да? Не тяжелые, они где-то порядка 25 на килограмм. Удивительно. Очень интересно. А еще какая-то антенка, да, здесь? Нет, это не антенка. На самом деле это маятник, чтобы он не поделался. А, все, я понял. Его только сегодня переносили. Здесь вот такой бой, вот такой вот механизм. Это столько выпили, да, шампанского? Нет, это большая часть. А сколько вообще выпили? Около 100 бутылок. 100 бутылок выпили? 100 бутылок и каждое 100 долларов. На 10000 долларов выпили. Нормально? Да, можно сомать. Конечно. Тебе все можно. Да вот, вот, вот сюда прям. Нет, да, грязные бокалы. А, да? Бокалы. А, Женя не брескливая? Я пошел с тараном. Женя говорит, мне прям стакан можно налить. Я могу с кармана. Сейчас. Это шутка. Коломбур. Привет, идем. Да. Попадешь в фаволон. Посмотрю на тебя. О, это меня это подвещало. Сашек, передавай привет. Передавай привет. Сейчас мы выиграем три бутылки шампанского. Да, мы сейчас в ожидании розыгрыша. И проведем субственное мероприятие. Сегодня будет разыграться такое шикарное французское шампанское. Всем привет. Мы сейчас с Женей пойдем на какое-то мероприятие. На какое-то. Я не знаю куда. На Космополитен какой-то, да? Космополитен потом. Потом. Сейчас будет презентация японского парфюма. А, презентация японского парфюма. Женя, у нас сегодня блестящая вся. И в сапогах, и в колготках. Вообще, блин. Поверните направо. Я не знаю, куда мне идти. В Алматы появились вот такие, прокат таких велосипедов. Нужна специальная карточка для этого. Алматы Блю. Она, по-моему, сюда прикладывается, да, Жень? Появились два года назад. Нет, ну не такие они были. Такие. И можно взять сейчас вот в прокат такие велосипедики. Вот здесь на карте есть точки, где эти можно велосипедики взять. Это одна из центральных наших городских улиц в Алмате. То есть, у нас центр города примерно вот выглядит вот так. Я вам сейчас покажу. То есть, здесь много кафешек разных. Это Албалайхана улица. Когда выложишь этот влог? Через год? Почему через год? Когда зима настанет. Ну, лучше поздно, чем никогда, согласись. Бары. Здесь тоже есть какая-то кафешка новая. На некоторых улицах у нас до сих пор ходят трамваи. Это улица Шевченко. Тараса Шевченко. Она так часто называется, да? У нас просто многие улицы переименовали. Вот Шевченко, по-моему, так и осталось. Вот такие бутики здесь. А, это йога-центры у нас здесь есть вот такие. Дальше сейчас начнутся бутики и рестораны. Ну, то есть, ну, грубо говоря, центр Алматы, наверное, выглядит вот примерно так. Здесь вот девочки сдают квартиры посуточно стоят. Там рестораны, здесь аптеки. Пойдем. Пойдем. Не бойся, пошли. Вот здесь даже дорогу нам нарисовали. Специально. Это здесь. Пойдем. Новый аромат. Здравствуйте. 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 Номерочки, пожалуйста, ваши. Сохраняйте до конца вечера. Будьте счастливы. Вечером. Пожалуйста. Спасибо. А у вас несколько таких номеров, да? Да. Один туда. Да, да. То есть, мы кидаем... А, все понятно. Здравствуйте. 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 Владимир. Я не встречаю. Классные часы у вас. Да. Это показывают время во всем мире? Да. Да. Круто. Благодарю. Супер. Евгения, просто позида какая-то. Да. Да. Женя сегодня на все деньги одета. На все деньги мира. Так красиво расставили свечки, что Женя, да, я даже не удивлюсь, если она себя поджарит. Здесь, кстати, на этом месте все время был ресторан, начиная с советских времен. Здесь вот такие прудики, фонтанчики, они, правда, сейчас не работают, но это вот такое всегда ресторанное место. Всегда здесь были всякие бары, рестораны. Алексей наш казахстанский модельер, дизайнер. Да. Правильно? Да. Красивый, красивый, красивый. А вы стали как Женя, что ли, уже? Тут же нам будут помогать? Я семейный подряд. Я соскучал. Я соскучал. А где ваши можно наряды посмотреть? Коллекция. Коллекция. Да, да. Я не помню. Я не помню. Я не помню где. Я не помню. Да не помню. Сейчас же стали в Лондоне продавать. А, да. В Лондоне? В Лондоне. Стали в Галконге продаваться. В стране каждая собака стала дизайнером, стилистом, блогером и всем, что угодно. Да, потому что профессия разрастилась. То есть люди уже… Да не каждая собака стала дизайнером. Да, люди уже не знают, что носить, что покупать, потому что уже просто все разбираются в моде. Все. Да. Куда не плюнешь, понимаешь? Каждая богатая девочка уже дизайнер. Да, она там. Женя, кстати, тоже хочет… Утром проснулась и захотела дизайнер. Ты тоже хочешь дизайнер? Нет, я думаю, думаю. Евгения, а мы тогда перестанем дружить, а то надо много зарабатывать деньги. Если вы хотите, чтобы ваша жена была успешная и известная, не помню не только светская лица, а еще много зарабатывать денег, надо вкладывать деньги в ее бизнес-проект. Потом вы будете получать дивиденды. Дивиденды. Да. И рано уйдете на пенсию. Я уже ушел, Алексей. Тем более. А сколько стоят такие часы, Алексей? Так, вот эти часы стоят пять. Пять тысяч долларов? Да. Круто. А есть у меня такие же, только эти маленькие бриллианты, которые 15 стоят. Ну, это как вот одни и вторые, это как машина, да, джип? Ну, я не знаю, у меня машины нет. Машины нет? У человека нет машины, зато есть… Но он не ездит за руль, не уводит. А, я дико извиняюсь, я прошу прощения. Смотри, это артистки какие-то, да? Как кафе… Ты представляешь? Все. Тельняшки начали рвать. Все, все, дорогие. Хорошо. Рад вас видеть. Передавай привет дочкам. Я еще не сделал тот… Мои дочки, привет всем. Красавчики. Я здесь. Папа здесь. Папа на работе. Папа всегда здесь. У нас видел, да? Да, да. Такие наряды. Откровенные. Лучше 57-го серого. Капец. Они там танцевали в этом фильме так же или что? Нет, просто не вот. А что в фильме было? А, да? Да. Привет. Молодец. Молодец. Спасибо. Ты уже уходишь? Нет, нет. А? Сейчас как раз будет розыгрыш и батарея. Так что там выше наоборот. Селите руки и… А, ну все пойдем. Так, Вова. Вова. У тебя сразу камеру идти. Блогеры ведут со своими камерами. Передавай привет. Мы шампанское бухаем. Кому? У тебя мужики смотрят? Да. В основном мужики. Я замужем. Желаю вам приятного просмотра. Хорошего настроения. Я, короче, всегда на халяву попадаю в их блоги. Теперь в горе. А знаешь, в чем прикол? Мы были в клубе в каком-то в Украине. Да, я работала там. Мой звездный час опять. А где приз твой? Приз где? Нет. А ты ничего не выиграл? Я помогал людям выигрывать. Легкая, правая рука, очень нежная, левая рука. Расскажи стишок, Фим. Мы же не в школе. Ну что ты не… Стих, стих, стих. Нет. Стих, стих, стих. Стих, я имею ввиду. Ребята, давайте брать. Женя будет сейчас вытягивать наши номерки. Женя, не забудь. Главное, чтобы она 21-ю вытащила. Женя, я тебе умоляю. Если нет, просто неси сразу всю еду Оли в машину. Потому что она собирает нам объездки. Здорово, что у нас магия графиши западает. 22. Ты на банкет собираешься? 22 номер. Я? Я ем. Я ем. Спасибо вам огромное. Потрясающе. Вы выглядите хорошего вам настроения. 22 номерок достала Женя Пель. Сотится батарейка. Сейчас я могу на телефон снимать. Симпатичная она, красивая. Мне нравится. Какая милая. Исеченная играет главную роль в нашем фильме. Любовница, она же играла. Фильм сняли? Про что фильм? Расскажи. Про мразей. Про тварей? Нет, на самом деле. Любовница. 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 Да, да. Фильм, покажи, что там. Ну то же самое, что у тебя. Один пустой, что ли? Да не будьте евреи. Нет. Ну короче, смотрите. Ребят, смотрите, что мне дали. Мне дали. Один женский, работа для меня. Он был такой классненький. И один для супруги. Он такой пустой. Нормально вообще. Отдыхаем хорошо. Отдыхаем. Я думал тебе один пустой дали. Один пустой? Смотрите. А женский, да не пустой. Что она богача, как бьюти-блогеры. Пусть сама побокупает. Нет, им и так дарят. Им и так дарят. Деньги дарят бьюти-блогерам, говорят. А, а теперь нужно его потестить. Потестить хочешь? Вау. Вау. Ну что, да? Я подъела, она даже не стерлась. Я думал у вас кошка пользуется помадой. А представляешь, если, допустим, начать целоваться или еще что-то делать? Она не сотрется. Не сотрется? Либо ты знаешь, либо оставить такой портак, Вася, из-за которого ты, сука, пожалеешь. Мужики, если у вашей женщины не стирающаяся помада, ничего ей в рот не давайте. Ничего. Это попадало ваше. Если вы женаты, тем более. Скажи как-то, извини, но нет. У тебя стирающаяся помада? Кстати, классная тема, да? Да, да. Сватом прикинь. А ты че такой? Вот так вот. Ребят, нихерашечки себе. Потому что сегодня понедельник. Ладно, я врубляй. Посмотрите сюда. Нет, ну сюда реально все решили прийти. Моты нет денег. Нет денег вообще. Ну жаль, жаль бедолаг. Я хочу в туалет. А пойдем пассы. Я буду долгом, я комбинезон. О! Вот у кого. В кухне, да? Да. Вы повар? Да. А что вы готовите? Все готовим. Ну да, а какое у вас коронное блюдо? У меня лично? Ну в этом я имею ввиду заведение. Мута как здесь. Девушек вперед будешь пропускать? Да не, я растолкаю. Не поедете. В коктейле один краш. Один краш, я хочу виски. Ура! Давай режь баранину. Девчонки, там такая однерка. Ура! Ура! Объяснила? Сейчас я тебе это научу. Ладно. Неопытная женщина. Вдыхаешь, проглатываешь, чтобы на легких на. Вот здесь. Села прям, да? Давай теперь ты, Фима. Вот, Фима, видишь, как нам? Я научу тебя как правильно сосать, чтобы в воздух это нужно прямо вдыхать, чтобы ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Короче, баба, провожу для вас мастер-класс, как правильно насасывать на шарики на. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Смотри, 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 смотри. Вот здесь шарик, смотри. Как мне держать на соса, обирать, чтобы в долг не влезать и не занимать. Денег нет, денег нет, где-то старостей. Короче, ребята, зову вас, чтобы у вас печки стояли и девочки всегда вам дали. Берешь пимпочку, отдаешь, хоть хоть хоть. Смотри, смотри. Мее'чица. Мее'чик. Что, сучка, мастер-класс хапнула, блеееееееееет. Потом взяла пимпом запила. Всем привет-привет! 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 Бля, он не отпускает! Слышите, хуя, не отпускает! Да! Блядь! Блядь! В жопу себе, блядь, повставляют хуеты, блядь, всякого... Они как меня бесят, ебаные, блядь, долбоюбы, блядь! Вот, машина же нормальная, блядь! Женя сейчас будет выбирать лобстера. Которого мы сожрём. Которого убьют, разрежут пополам. И... Жалко, да? А у вас есть уже мёртвые? Откуда их привозят? Лобстер, Канада, Крамфрация. Чё, Женя? Ты убийца? Лобстеров? На гнилую педаль? На совесть. Мы же их ели всегда, во Вьетнаме, во Вьетнаме. Мы же убитых ели. Кстати, очень недорого. Потому что в той же самой Индии лобстер был по 50 баксов. Один лобстер тоже. в греческом ресторане. Помнишь, Миколадин? Ну, и здесь тоже 50 баксов, 50 долларов получается. Здесь тоже 50 долларов. рядом. А тут и привозят. Вау! Как красиво! Спасибо! Супа лимон. Лимонный сок. И выпить. Очень вкусно! Весна. Ты их жевала? Нет, я пробовала. На самом деле, очень много еды. Но мы, наверное, в следующий раз закажем просто устриц. Отдельные. Лобстеры отдельно. Ну, креветки тоже классные. И нравится... Женя. Женя, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова